МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфиры Става продолжают новости. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. Тему возникающих споров относительно качества нашей продукции со стороны Россельхознадзора президент поднял сегодня на встрече с губернатором Костромской области. По мнению Александра Лукашенко, сотрудничество Беларуси с российскими регионами укрепляет отношения двух стран, особенно в такие времена, когда они претерпевают ряд разногласий, в том числе по поставкам продукции. Кроме того, глава государства выразил обеспокоенность снижением торгово-экономического сотрудничества в союзном государстве и ЕАЭС. Костромская область давно является перспективным и очень надёжным партнёром нашей страны. В прежние времена объёмы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние два года объёмы товарооборот значительно сократились. Вот что меня очень волнует. И встаёт вопрос, если уж не прятать и не делать вид, не надувать шоки, ну зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем союзном государстве, но и еврозессовском. Ну зачем? Так у нас в прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в Еврозесс, да, Владимир Владимирович? Или на 60? На 40. На 40 и в этом году на 20. Всего на 60. За два года. Вот создали интеграцию. Меня это волнует. Я об этом говорю. Это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых и так далее. Но об этом надо говорить и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Что же касается Костромской области, то это давний и надёжный партнёр Беларуси. Стороны заинтересованы в наращивании товарооборота и поиске неиспользованных резервов. Подробнее о встрече смотрите в нашем следующем выпуске. Большой разговор и импульс для важных дел с таким заглавием сегодня вышла в тираж одна из самых авторитетных газет страны СБ «Беларусь сегодня». Сразу на трёх полосах акценты более чем семичасового диалога Александра Лукашенко с представителями общественности, средств массовой информации и экспертами. Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнёрские отношения с дружескими странами. Диалог без преувеличения затронул все темы, волнующие сегодня жителей страны. Поручения, сделанные президентом в ходе разговора, станут своего рода дорожной картой, то есть планом действия на ближайшее время, как для власти, так и для самих белорусов. Я сама работаю в образовании и, в принципе, шестой день для развития ребёнка – это очень прекрасно. Он должен знать свой город, он должен посещать театры, выставки, а в учебные, в будние дни, в принципе, это невозможно, поэтому я только за. Все, наверное, были очень важные сферы, вопросы, которые были заданы журналистами, вопросы здравоохранения и, соответственно, интересовались. Поэтому глава, конечно, нашего государства очень хорошо и внимательно отнёсся ко всем, я думаю, вопросам. Большой разговор с президентом вызвал широкие общественные резонансы. На своих страницах журналисты СБ «Беларусь» сегодня обещали вернуться к дискуссии. К событиям в мире жители австралийского Сиднея оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. К нему привёл мощный ливень, который утром обрушился на город. По данным синоптикам, буквально за час уровень выпавших осадков в пригороде достиг 5 сантиметров. Несколько крупных автомагистралей оказались затоплены. Кроме того, из-за непогоды нарушилось авиасообщение. Некоторые рейсы задержаны. Загрязнение воздуха в столице Монголии достигло критических значений. Показатели уровня токсичности во много раз превышают безопасные. В течение последних нескольких лет экономика страны терпит упадок, а рабочих мест сильно не хватает. В итоге пастухи, чей скот погиб из-за суровой зимы, не способны обеспечить себя. Они с семьями живут в так называемых юрточных городках, где нет доступа к центральной системе отопления. Чтобы как-то согреться, люди жгут уголь, покрышки и даже мусор, в результате чего и происходит загрязнение воздуха. Меры, принятые правительством для решения данной проблемы, пока не способны улучшить ситуацию. Парламент Израиля узаконил поселение на частных землях палестинцев. Документ, который легализует около 4000 незаконно построенных домов, был одобрен 60 голосами парламентариев. Против высказались 52. Документ гласит, палестинцы, которые изначально владели землей, получат в качестве компенсации деньги или другой земельный участок. Поскольку закон получил неоднозначную оценку в обществе, скорее всего, он будет оспорен в суде. Американская стюардесса спасла девочку от торговца людьми. Почувствовав неладное, бортпроводница подала девочке знак, чтобы та вышла в уборную, где ее ждала записка. На бумаге малышка написала, что ей нужна помощь. Стюардесса сообщила о случившемся пилоту, и он смог заранее предупредить полицию. Этот инцидент произошел в 2011 году, однако попал в СМИ только на этой неделе, когда благотворительная организация начала программу по обучению членов экипажа в борьбе с торговлей людьми. Протестующие против строительства военной базы США на Окинаве подрались с полицией. У ворот объектов Хэнока собрались около ста человек, которые устроили сидячий протест. Среди активистов было довольно много пожилых людей. Несмотря на то, что митинг протекал мирно, полицейские стали силой разгонять толпу. Правоохранители буквально уносили людей с места проведения протестов. Центральное правительство планирует реализовать все строительные работы, связанные с переездом базы, в ближайшие пять лет, в то время как губернатор Окинавы намерен предотвратить это. Мощный взрыв прогремел в центре Кёльна. В результате инцидента пострадали шесть человек. Все они госпитализированы. По предварительной информации, причиной взрыва стали баллоны с пропаном, которые находились в подвале дома. Вероятнее всего, произошла утечка газа. К счастью, пожара не последовало. На месте происшествия работает оперативная группа. Над американским озером Мичиган пролетел метеорит. Полет небесного тела наблюдали в штатах Висконсин и Елинойс. Закончился он мощным звуковым хлопком. Запечатлеть падение огненного шара удалось камерам видеонаблюдения в нескольких машинах дорожно-патрульной службы. Что произошло с метеоритом, специалисты пока не установили. Возможно, он упал в озеро или сгорел в атмосфере. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Популярные летние авиамаршруты могут подешеветь уже в этом году. О таких планах сегодня заявили в авиакомпании «Белавия». Направлениями сниженных тарифов, вероятнее всего, станут Турция, Болгария, Испания и ряд других. Однако удешевление, как обещает перевозчик, не урежет бюджет на безопасность или качество обслуживания пассажиров. Снизить стоимость авиабилетов планируют в том числе за счет упавших цен на топливо. По ценам на стоимость рейсов, которые мы предоставляем в этом году нашим партнерам туристическим компаниям, где-то каждый рейс примерно 1000-1500 долларов цена рейса ниже, чем было в прошлом году. Но как уже турфирма сможет распорядиться этим потенциалом, я думаю, что порядка 10-20 долларов с человека по каждому направлению. Цены на чартерные перевозки должны быть в этом году ниже, чем были в прошлом году. Кроме перспективного снижения тарифов, Белавиа планирует пополнить свой воздушный флот двумя самолетами «Эмбраер» в апреле, открыть новый рейс в Брюссель, а также переодеть с бортправников новую форму. Кстати, разработать дизайн экипировки может любой желающий. Авиакомпания объявит открытый конкурс, а победителю подарит путешествие в Милан на неделю высокой моды. Пункты обогрева в эти морозные дни открываются по всей стране. Только в Могилеве их сегодня работает более 30. Они организованы в наиболее людных местах – на железнодорожных и автовокзалах, рынках, конечных остановках общественного транспорта. Всем нуждающимся здесь обеспечено тепло и горячий чай. Кроме стационарных курсируют также мобильные пункты. К вечеру синоптики обещают усиление морозов. Ночью и вовсе ожидается до минус 28. Поэтому пункты обогрева будут работать до тех пор, пока столбики термометров не начнут подниматься вверх. Полвека отмечает сегодня издательство «Белорусская энциклопедия имени Петрусябровки». Беларусь историческая, культурная и даже спортивная. За 50 лет из этой книжной кузницы в свет вышло около 2000 трудов. Сотни изданий ежегодно. Серию сборников готовят и в 2017-м к 500-летию белорусского книгопечатания. Еще один трудоемкий проект, ему уже более 10 лет, это города и деревни Беларуси. Накануне юбилея вышла первая из трех, а всего их будет 15 книг книга о Минской области. Впрочем, век высоких технологий в издательстве готовят и проект электронной энциклопедии нашей страны. Мы в этом году отмечаем 500-летие начала белорусского и восточноевропейского книгопечатания. Благодаря нашему земляку Франциска Скорин, 500 лет. Но книга осталась. Пытаемся в современные, привнести какие-то современные тенденции и в подачу, и в оформлении энциклопедической книги. Потому что фотография, инфографика, она очень должна конкурировать в этом плане. Добавлено создание одной энциклопедии. Порой уходит целый год. Сегодня в издательстве работают сразу четыре специализированной редакции. Есть библиотека и научно-информационная база. К столетию белорусской милиции в Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде». Одними из первых ленты увидели журналисты. В основу сюжета лег, основанный на реальных событиях, роман доктора исторических наук и полковника милиции в отставке Николая Ильинского «Чужой среди своих». Экранизировали истории и судьбы героя в книге режиссера Александра Анисимова. К слову, фильм снят в сжатые сроки. Съемочная группа справилась всего за четыре месяца. Все это было в моей книге, это и было в жизни, по-настоящему. Борьба с армией Краевой, это была жестокая война. В милиции пришлось много поработать, невыдуманные, невысосанные с пальца. Взял абсолютно всех белорусских актеров, получилась абсолютно такая национальная группа. Мне хотелось доказать всем, что, в общем-то, белорусы ничуть не хуже, там россиян и прочее. Премьерный показ фильма состоится 21 февраля в кинотеатре «Москва». В прокат ленты о белорусской милиции выйдет 23 февраля в день защитника Отечества. На этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете cctv.by. Репортажи, эфирное видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. О развитии событий расскажем в 16.30. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok